То, чего с нетерпением ждали, магистральная дорога общегородского значения позволит жителям Куйбышевского и Волжского районов Самара, а также Новокуйбышевска, без пробок за короткое время добираться до центра города. Кроме того, теперь открыт прямой выезд на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана и на региональную дорогу Самара-Волгоград. Ну что, открываем движение. Строительство второго этапа Самарского мостового перехода стало возможным благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Для ускорения строительства мостового перехода были выделены дополнительные средства из федерального бюджета. В итоге работы завершены почти на год раньше запланированного срока. Дмитрий Владимирович, поздравляю, поздравляю. Еще раз благодарю. У нас не первый объект, который мы раньше срока на год фактически вводим в эксплуатацию, обеспечиваем движение, потому что здесь сейчас предстоит. Да, фармическая работа. На сегодняшний момент техническая готовность нового объекта составляет 97%. Осталось завершить незначительную часть работ, в том числе выполнить освещение. Это будет сделано в первом квартале 2022 года. После чего будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию, а пока запущено рабочее движение. Данный объект уникален тем, что в балках заложены канаты с предварительно напряженной арматурой. То есть по технологии сначала вставляется опалубка, вяжется нижняя сетка, прокладываются канаты образователи. В эти канаты образователи прокладываются канаты. После принятия бетона, после набора прочности бетона происходит натяжение. То есть пролеты здесь довольно-таки большие, 33 метра. И чтобы данный пролет держался, нужно его как-то закрепить, скажем так. И после того, как натяжка прошла, все конструкция считается готовой. Напомним, проектом предусмотрено строительство четырех шестиполосной автомобильной дороги протяженностью 7 километров 800 метров. В составе дороги три транспортные развязки. На пересечении с улицей Утевской, на пересечении с улицей Грозненской и путепровод через железнодорожные пути. Характерной особенностью данного объекта является то, что он поворотный. Радиус кривой на данном участке 107 метров. В общей сложности сам путепровод протяженностью составляет 212 метров. Плюс подпорные стены. Подпорные стены общей протяженностью на данном участке 293 метра. Всего за три года в Самарской области было построено и отремонтировано 1200 километров дорог. 16 мостов, расположенных в сельских районах, были реконструированы и капитально отремонтированы. На полтора года раньше запланированного срока с серьезным опережением графика был введен в эксплуатацию мост через рек Усок. Реализация проектов, направленных на социально-экономическое развитие, в том числе улучшение транспортной инфраструктуры, важная часть стратегии лидерства региона, разработанной по инициативе Дмитрия Азарова при участии жителей Самарской области и направленной на повышение качества их жизни. Виктория Шарая, События.